Новороссийск Культовых сооружений нашего города Некоторые из них с тех времен еще остались А некоторых уже нет Начнем с самого Как мы считаем Не совсем обычного здания в нашем городе Информации о нем если честно Маловато Это еврейская синагога Подробнее расскажет Сергей об этом Да это здание действительно уникальное Вот оно выделяется на фоне других В городском пейзаже Больше похоже на величественный замок И все началось 12 мая 1902 года Когда Новороссийское Еврейское хозяйственное правление Так оно называлось Обратилось в городскую управу С просьбой выделить им участок Под строительство синагоги Буквально через месяц Городская управа дает добро И 8 июня 1902 года Выделяют Участок по улице Тихомировской Под строительство синагоги Вот и было оговорено еще одно условие Что помимо синагоги за этот период За 7 лет до 1909 года Еврейская община должна еще построить Школу Училище Недалеко от синагоги Ну и с этим условием началось строительство И 1 сентября 1908 года Синагога открыла свои двери для прихожан Начались службы И в следующий год Когда мы встречаем упоминания В архивных документах Это 911 год Когда еврейская община Еще раз обратилась с просьбой Городской управе С правом уже выкупа Земельного участка Под подстроенной к тому времени Синагоги Но городское управо Ввиду того Что школа еще не была построена Это было одним из условий Их просьбу Не удовлетворило И участок не был продан Что интересно 1908 год Он знаковый В конфессиональной жизни Губернского Новороссийска Именно в этот год Было построено Три культовых сооружения В Новороссийске Это армяно-грегорианская церковь Которая располагалась Буквально на один квартал ниже От синагоги И к сожалению Это здание не сохранилось Оно не пережило войну Сейчас на этом месте Находится администрация Центрального района Города Новороссийска Да, все верно Она даже чем-то отдаленно Напоминает то здание Но к сожалению Это новое здание Да, но Тоже имеет Свою архитектуру Интересную И следующее здание Это уже Синагога О которой мы говорили И третье сооружение Это лютеранская кирха Которая была построена Также в 1908 году В восточном районе города То есть это район Который ближе к Геленджику По Сухумийскому Или Голодному шоссе Как когда называли Все верно Сухумийская Такую привязку Чтобы приехав в наш город Или находясь в нашем городе Вы могли Предположить Где это находилось И посмотреть Но кирха Она работает То есть Сейчас открыто Работает И сохранила Сохранила свое назначение Да С небольшим перерывом Полувековым Но сохранила свое назначение Точно адрес Судостальская 4 Сергей Я немножко хотел поговорить О синагоге Вот это То есть В архивах Городских Информация Минимальная Об этом Получается Правильно Да К сожалению Минимальная Буквально Три упоминания Сейчас это здание Живое Находится По улице Грибоедова 12 Все верно Сейчас Там находится Центр Национальных Культур Все верно Да Но дополнением К этому Можно сказать Что в 2013 Году Часть здания Все таки Была отдана Еврейской Общине И Вот это здание Все таки Частично Выполняет Свою религиозную Функцию С 2013 Года А вот это здание Оно в том же виде В котором Открылось В 1908 Году Несмотря на Великую Отечественную Город достаточно сильно Был разрушен В период Великой Отечественной Войны 1941-1945 К сожалению Нет К сожалению Здание Было еще более Величественным И красивым К сожалению Не сохранился Купол Который Придавал Этому зданию Законченный Облик Крыша Была Утрачена В период Великой Отечественной Войны И купол Не восстановили То есть Сегодня Мы уже Видим Перестроенное Здание Ну Именно в части Крыши Что касается Стен Все более-менее В том же виде Но вот Лишилось Купола Здания А вот еще О чем хотелось Спросить Ну В тот момент Именно Как сейчас Говорят Государственно Образующей Религией Было Православие Конечно Здесь был Замечательный У нас Красивый Собор Николая Чудотворца Правильно Все верно В городе Новороссийска Находился Он Если сейчас Современная Привязка Делать это Между современным Городским Театром И Планетарием Да На месте Театрального Кафе Парка Имени Лея Так вот Я что Хотел Спросить Было Такое Негласное Распоряжение Договоренность Что остальные Культовые Издания Даже И православные И неправославные Всех Четырех Конфессий Скажем Официальных Исторически Сложившихся Которые Были Они Должны Быть Не выше Именно Собора Николая Чудотворца Как Самого Главного Храма Новороссийской Черноморской Губернии Все верно Владимир Да И с этим Связана Еще одна История Ну мы Помним Такой же Да Такой же Пример С колокольни Ивана Великого В Москве Она Очень Долгое Время Была Доминант И И Ни Одно Здание Не Должно Было Его Превышать Так же Было И в Губернском Новороссийске В начале 20 века Вот Мы Не Упомянули Еще Об Одной Ветве Христианства Это Католичество И Католический Костел Также Был Задуман К постройке Примерно В эти Даты Это Второй Или Мы Рассказывали Про Один Костел В самом Начале Это Еще Один Костел Это Именно Католический Костел Да То Была Лютеранская Кирха Протестант Протестант Да Это Был Костел Для Чехов И Поляков Вот Мы Должны Сказать Что Первыми Переселенцами Молодого Юного Новороссийска Были Чехи Из Австро Венгерской Империи Они В большом Количестве Переселялись Новороссийск Им Было Необходимо Тоже Богоугодное Заведение Именно Для них Планировался К постройке Костел И Вот Есть Даже Сохранились Цитаты Современников Сначала У них Был Молитвенный Дом К слову Этот Молитвенный Дом Сохранился Он Находится На Конституции 19 Да И Вот О нем Хотел бы Зачитать Интересный Момент А что Сейчас В этом Молитвенном Доме Жилой Жилой Дом С небольшими Перестройками Да Он Не Выделялся Какими-то Архитектурными Особенностями Этот Дом В принципе Вы Убедитесь На Изображении Открытки Дореволюционной Он Сохранился Примерно В таком Жилой На Наших Дней Есть Интересная Цитата Современников Об этом Молитвенном Доме И Недостроенном Костеле На Другой Стороне Квартала Находятся Два Участка Общества Римско-католического Вероисповедания На Одном Из них Построен Одноэтажный Католический Молитвенный Дом Сохранившийся До Нашего Времени В Перестроенном Виде Слева От Него На Углу Квартала Фундамент На Котором Должны Были Построить Католический Костел По Проекту Варшавского Архитектора Войцеховского Закладка Костела Состоялась В 1907 Году Но Здание Построено Не Было Поэтому Богослужение Обставленное С должным Благолепием И Пением Псалмов И Хоралов На Чешском И Польском Языках Многие Годы Совершалось В Молитвенном Доме На Службу Прихожан Созывал Колокол Установленный Под навесом Над Колодцем И Колодец И Колокол Хорошо Видны На Открытке Которую Мы Продемонстрируем И Что Интересно Почему Не Был Построен Костел Архивные Документы Умалчивают Но В среде Городских Краеведов Есть Версия Которую Владимир Обозначил Что Костел По Плану Архитектора Николаевского Собора И Этого Власти Допустить Не могли И Строительство Прекратилось Но Все-таки Повторюсь Основной Государственно Образующей Религии Как говорят Было Православие Это было Так Поэтому Все-таки Действительно Из-за Этого Могли Да Были Каноны Которые Нельзя Было Нарушать А Какие Еще Были Православных Храмы Николая Чудотворца Мы Сказали Из Сохранившихся С тех Времен Насколько Я знаю Это Успенский Собор Который Накоится Возле Автовокзала Церковь На Мефодиевке Их было Две Одна Деревянная В 43-м Году Попаданием Бомбы Или снаряда Была Разрушена На месте Другой Взорванной В период Богоборчества Сейчас Был Кимтеатр Сейчас Опять Накоится Церковь Правильно Да Все верно Была Еще Церковь Преображения Господня Конца 19-го Века Которая Была Построена В станичке Да То есть В Новороссийске В районе Малой земли Да Была станичка Основанная Казаками В 1862 году И вот В конце 19-го Века У них Был тоже Свой храм Очень жалко Конечно Что из-за Великой Отечественной Войны Из-за Периода Бабродировок Немецко-фашистскими Захватчиками Здесь конечно Очень мало Сохранился Город Вообще Сам по себе Лет по истории Ну практически Песчинка Получается Да 200 лет Даже нету Городу Ну Тем не менее Война И поэтому Многое из того Что было Красивого Из-за чего Сюда приезжали Полюбоваться Даже со всего Черногорского Побережья Это уже Конечно Не существует Очень жаль Что до наших дней Ну хотя бы Что-то дошло В виде открыток Что-то дошло В виде фотографий Иногда на аукционах Встречаются Будем надеяться Что время проходит Далекое видится Далекое видится На расстоянии На расстоянии Да Может быть будут всплывать Вот сейчас всплывают Те же фотографии Которые снимали немцы В период оккупации Новороссийска Или в период Когда они здесь находились Потому что Город тоже не был до конца Сдан Часть Большая часть города Была конечно Под Скажем так Контролем немецко-фашистским Захватчиками Но были очаги сопротивления Это как цементный завод Малая земля Так что сказать Что город был завоеван Полностью Это значит Неправда Очень жаль Еще раз повторю Что из-за Великой Отечественной войны Многие красивейшие здания Не только скажем Религиозные Но и Обыкновенные Которые составляли Именно изюминку Губернского Новороссийска Не сохранились Очень жаль конечно Да друзья На этом наверное Мы говорим вам До новых встреч До новых встреч Подписывайтесь На русский контур Самый большой портал О русском мире А мы бы для вас Будем находить Интересные новости И интересные события Из прошлого Для того чтобы Могли восстановить историю Всего хорошего До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok